Тогда, когда-то все случилось, много американских чиновников защитили их фантастическую неграмотность в отношении России и непонимание в течение много лет процессов, которые там происходили. Потому что это не был Путин, это было окружение Елцин, который это организовал. Это и может быть сам Елцин. Путин, он естественно участвовал, он участвовал, но он не был власти, он не мог это сделать, такое решение. И планировка для этого начала 6 месяцев, может быть даже год до того, когда Путин стал премьером. Поэтому трудно сказать, мы любим думать, что у нас очень умные какие-то советники там. Там у нас был Канделиза Райс, она была у Буша, она была специалист по России. Я не знаю, какой это специалист. Факт, что она могла сидеть с газетой Правда и это держит мне upside down, но она один раз, там было интервью, она говорила о Буша. Сказал, это была оговорка, что ее муж, сказал о Буш, мой муж, потом она не справилась, естественно, но я не думаю, что там были какие-то любовные отношения, но не были деловые отношения, не были деловые критерии избрания многих из этих людей. Я не исключаю, что они ничего не сказали, потому что защитили собственных ошибок или вообще не понимали. Я не знаю. Это трудно сказать. Я вижу, что я сейчас читаю документы из Госдепартамента, которые я получил как результат свободы информации, закон о свободе информации. Это фантастически. Настолько они игнорировали объективную информацию. И принимали позицию русских властей. И защитали их даже в их внутренних коммуникации. Не знаю.